Всем привет! Это новый выпуск шоу «Предельник». Сегодня у нас с вами в гостях самый взрослый, успешный стендап-комик в России, Константин Бутаков. Костя, привет! Привет! Ну а вы же сейчас даже часто нивелируете молодежь само понятие семьи. Я слышал интервью какой-то феминистки, которая говорила, я против того, чтобы заключать брак, а даже если женщина выходит замуж, ни в коем случае она не должна брать фамилию какого-то мужика. У женщины должна оставаться ее фамилия. Я думаю, а какая нахрен ее фамилия? Ваша фамилия – это фамилия какого-то мужика, который взял в жены вашу мать. А фамилия матери – это фамилия какого-то мужика, который взял в жены вашу бабушку. У вас никогда не было фамилии. Мы вас когда-то из темноты к костру позвали. Подойди, поешь. Я тут кого-то убил, язык еще не изобрели. Она такая, я сейчас изобрету. Я сейчас изобрету и мозги тебе высушу. Благодарю за помощь в съемке ресторан-особняк на Патриарших Уника с тремя стильными залами для проведения мероприятий. Ты снимался в одном сериале с Ивлеевой. Да, я видел ее практически голой. Это единственное, что я вынесу от этого сериала. Не пересчитывать – плохая примета. Плохая примета – это когда ты лес из багажника видишь. У меня был другой вопрос, но теперь уже давай и что. Да нет, там просто была сцена. Ну, во-первых, это был очень… Да что уж там, давайте прямо. Это был отвратительный сериал. Это очень плохой сериал. Плохой ни по актерам, ни по режиссерам. Кстати, его снимал режиссер, который потом снял самый успешный сериал в истории российского, наверное, сериала «Производство». Это вот второй сезон сериала «Жуки». Это самый успешный? По там рейтингам и так далее. Я много раз слышал, что он типа какие-то невероятные доли набрал. Вот именно второй сезон сериала «Жуки». И он был плохой просто на уровне сценариев. Но там была сцена, за которую им спасибо, где Ивлеева только в маленьких там нижнем белье должна была каким-то образом обманывать бандитов, танцуя стриптиз. Ну, то есть даже на уровне описания сценария это звучит по-идиотски. Это действительно по-идиотски выглядит. Можете найти эту сцену и посмотреть. Мы это снимали, по-моему, часа четыре. Ну, по сценарию она обязана была снять с себя лифчик. И ты понимаешь, насколько это бредово звучит? Типа там сидит Михаил Башкатов, который якобы ее знает. И она от него вот так вот в полутора метра танцует. Он такой, а вот не это ли женщина, которую я знаю? И чтоб он не понял, что это она, она снимает лифчик, кидает ему в лицо. И он так, охо-хо-хо-хо. Теперь-то я не вижу. У меня же глаза лифчиком закрыты. Вот такой идиотизм написания сценария был. У тебя актерские амбиции есть? Никаких абсолютно. Я там понял, что как бы я туда попал, понятно, из-за как бы нижнего прикуса челюсти, свернутого носа. То есть мне играть роль немногословного человека, который занимается бандитизмом, не надо играть. Ты просто сидишь и такой, белая рубашка? Ты серьезно? Или мне нужно подойти и спросить что-то у тебя? И все. Ну типа это не игра. Это не актерство, это чушь собачья. А почему позвали? А, ну вот из-за этого и позвали. То есть им был нужен человек, который бы не был похож уж совсем на звероподобного бандита, потому что это все-таки комедийный сериал. То есть он не должен был вызывать реальный страх, но должен был похож быть на такого комедийного бандита, который в ситкомах играет роль плохого парня, но при этом не вызывает ужаса. Ну, видишь, какие, опять же, актерские. И вот мы же с комиками принимали участие в этой команде комики в концертах. И там очень это жестко нам показало, что мы можем написать очень смешные в тексте вещи, но на уровне актерской игры нам сразу сказали, что нет. Когда мы начали пытаться показывать перед Вячеславом Досмухаметовым и Азаматом Мусагалиевым какие-то миниатюры, мы сами понимали, насколько это прям ужасно выглядит. Нам сказали, ребята, что-то другое придумывайте. Какой-то формат, где вы не играете, где вы просто что-то делаете. То есть никаких актерских амбиций нет абсолютно. Это надо прям учиться. Комики. Первое реалити-шоу. Внутри шоу-концерты. Марк Сергеенко. Я ему сказал, слушай, начало, там норм. Вот эти видео-вставки, вот это все, первые несколько минут это все очень смотрите. Там, понимаешь, проблема в том, что то, что ты видел, и то, что мы на самом деле показали, не имеет ничего общего между собой. Ты видел 6, по-моему, или 7 минут, да, там осталось? Во-первых, это было полчаса, из которого в концерты сами вошли, по-моему, 15 или 18 минут, а в эфирную версию 6 минут. То есть, чтобы ты понимал, после слов Жени Чебаткова, это была команда комики, шло голосование на экране, как в реалити-шоу, выходила команда, был фальшивый финал, кого-то выгоняли, был твист фальшивого финала, мы говорили, и что, это, по-вашему, вот так делается в реальной жизни? Просто поговорили, нет, идите сюда, шли опять другие видео, еще один финал, кода там на КВН-овские прощания. То есть, то, что показали, то, что было, как бы, на самом деле, это, ну, не имеет ничего общего. Поэтому то, что показали, мне было очень, ну, как бы... Ну, не хочу, опять же, это сейчас кто-то обидится, и из монтажеров скажет, вот, насколько заслужили, так и смонтировали. Наверное, вы правы. Ну, просто я тебе говорю, что просто чисто по времени, вот когда мы показывали на техничке, это было, по-моему, полчаса. И зал был, прям, ну, как бы, очень за нас, за нас. Заходило, я уходил спросить, заходило? Да, заходило просто шикарно. Мы очень много, как бы, опять же, это, ну, в большей степени, за это все спасибо, это Марка Сергеенко и Валера Иртихова. Наше там, ну, мое участие было незначительным. Марк придумал вот этот формат реалити-шоу, там были видеоставки, там, я не помню, что оставили, что не оставили, но у нас видео было и Абрамов, и кто-то еще, мы хотели снять Харламова, Яна Кошкина даже что-то сбрасывала. По-моему, в конечном итоге вошло там буквально 2-3 каких-то заурбайцаев, то есть всем им большое спасибо, они все поучаствовали, было очень смешно. Но потом нам сказали, нет там ни одной шутки, где есть мат, хотя его можно запикать. Типа, вы молодая команда, от вас это еще не прозвучит. А там было очень много разрезных вещей, где просто, ну, присутствовало, как добивка, из которой ты ее не выкинешь. Ну, и так далее и тому подобное. Ну, то есть, ну, опять же, наверное, самый большой, я говорю, опыт для меня, это было то, что мы не актеры, мы должны искать что-то другое. Это чувство, ну, правда, это чувство. Ну, это безусловно, ну как, ты не можешь взять и залезть в профессию, где люди там по 10-12 лет оттачивают актерское мастерство, а ты вдруг вышел и такой, хопа, я там что-то показал. Нет, ну, не получится. Я Марку говорю, давайте еще, ну, типа, нормально. Слушай, это очень тяжело, мы все попереругались. Мы все попереругались насмерть внутри. Потому что, когда ты стендап-комик, понимаешь, ты пишешь же сам один. Ты написал, ты вышел на зал, показал, работает, не работает, ты сам все понял, зрители смеются, не смеются. Здесь ты сидишь, как бы, в закрытом помещении, кто-то говорит, там, оранжевая штука. И если еще первые несколько дней, ну, кто-то мог такой, ну, типа, ладно, я промолчу, потом, через какое-то время, ты нормальный уже, но это же не смешно. А кто ты такой, что мне указывает? Да это смешно, да на свое посмотри, вот то, что ты придумал, это смешно. Ну, то есть, вот эти вот, мы просто забыли, мы все играли в КВ, но мы забыли, как это тяжело, когда ты не можешь ни на чем проверить, и ты просто, как бы, вкидываешь в пустоту какие-то вещи, которые тебе кажутся смешными. И не факт, что там вокруг тебя сидит 12 человек, которые понимают, как ты это себе в голове видишь. Потому что ты-то себе в голове видишь, как это будет показано, а не всегда ты это можешь донести. А типа, какой-нибудь проверочный концерт не спасает в этом? Да, но до него-то что же надо писать. И первый проверочный концерт был, как бы, шикарным. Кидали кучу идей, нам говорили, что все офигенно, что все нравится. Первый проверочный концерт прошел, было понятно, что вроде что-то работает, что-то не работает. Второй, и вот после второго, ну, точнее, после первого показа, когда вот уже Вячеславу Зарвукану еще показывали, не очень я понимаю людей, которые слава-слава, ну, какой он тебе слава? Поэтому я вот буду по имени-отчеству говорить. Мы ему показываем, понимаем, что все плохо, нам говорят, что все надо к чертовой матери переписывать, писать новый движок. И для КВНовских команд же это, ну, нормальная ситуация. Вот у тебя ночь до, там, игры, все, переписывайте к чертям собачьим. Но вы, как правило, этой КВНовской командой уже 10 раз пересрались, кого-то выкинули, кого-то взяли, и вот у вас уже какой-то костяк, который 5 лет проходил, там, какие-то мелкие лиги и так далее. А тут у всех амбиции, еще у всех выступления. Я сегодня не могу, я сегодня приеду после 11, я там у меня, ну, мы же все стендап-комики, там, в основном, практически все очень сильно выступающие. И, соответственно, у всех с 8, там, до 11, есть какие-то платные, бесплатные выступления. И вот ты в итоге собираешься в час ночи на Мишина, полностью вымотанный, как лимон, и еще, ну, типа, должен как-то находить между 12 людьми какие-то общие точки соприкосновения и не поругаться. Это очень сложно. У тебя была фраза о том, что не все выступающие стендап-комики могут называться стендап-комиками. Безусловно. Есть критерий. Безусловно. Озвучивай ты, пожалуйста. На мой взгляд, как бы, вы можете называть себя стендап-комиком, если вы этим зарабатываете. Если вы работаете, там, 5 дней в неделю, буду говорить, свое прошлое, там, место работы, специальность, точнее, менеджером по закупке, и ходите на открытые микрофоны два раза в неделю, и даже, может быть, куда-то съездили и дошли до какого-то этапа в комедий-баттле, и, может, даже вы где-то там что-то подрабатываете, у вас уже есть какие-то платные выступления, вы все равно не стендап-комик. Вы все равно менеджер по закупкам, который занимается стендап-комедией. Вот когда ты полностью переедешь и постараешься обеспечивать свою семью, если у тебя есть, зарабатывая только этой профессией, вот тогда ты действительно в профессии. Ты въезжаешь, и тебе говорят, а вот теперь для того, чтобы тебе платили деньги за стендап-комедию, ты не просто по кайфу выходил и говорил все, что хочешь, вообще совершенно, можешь хоть там 10 лет писать какие-то 20 минут, просто катать их бесконечно. А если ты собираешься зарабатывать деньги, ты должен как бы столкнуться вот с этим фактом, что за что-то платят, а платят как бы в этой стране, либо ты выступаешь в каких-то барах платных, опять же, ну это Москва, если это маленький город, то ты хрен вообще там заработаешь, откровенно говоря. Это есть там, вот я знаю, наверное, Казань, Екатеринбург, где люди прям зарабатывают только стендап-комедии. Ну, Питер, понятно. И вот, предположим, ты живешь в этом городе, либо ты должен писать что-то, что приходят люди, слушают, за что они платят. А несмотря на то, что в основном нам что пишут в комментариях? Шутки про женщина-мужчин, какого хрена? Жена-дети, это что за нафталин? А люди, которые приходят в бар, они не хотят слушать там про античную философию или твое понимание процесса умирания, или как тебе тяжело, у тебя депрессия. Они заплатили деньги для того, чтобы посмеяться. И они хотят смеяться. И 90% людей, которые приходят в бар и платят за то, что платят потом тебе, это люди, у которых есть семья, дети, работа, их задолбало начальство, у них есть какое-то свое понимание жизни. И они хотят услышать эту жизнь как-то в юмористическом ключе. И из этого был один очень классный вывод, который, опять же, я хотел бы поддержать. О том, что не надо подписываться за каждого стендап-комика, который что-то ляпнул со сцены, мол, мы одна команда. Когда ребята позволяют себе говорить глупости. Это, как правило, как раз и делают люди, которые не являются стендап-комиками. Как правило, вот в эти... Ну, то есть есть, понимаешь, то есть есть вещи, когда условно... Ну, вот если брать пример с Эдраком, он профессиональный стендап-комик, да, и комьюнити за него вписалось, но мы как раз попали вот на этот исторический этап, когда государство сказало, нам ваше мнение неинтересно. Теперь вот политический строй такой, что мы вам диктуем, и демократические игры закончились. Тогда это было уместно, тогда это было понятно. Я говорил о другом, что часто есть люди, которые не являются стендап-комиками, и они только ради того, чтобы что-то шокировать, могут говорить любую чушь абсолютно. Они могут сознательно провоцировать людей, которые верят в какую-то религию. И потом они начинают орать, как так, можно шутить обо всем. Ну, шутить-то можно, но вы же даже не пытаетесь шутить. От того, что я условно возьму там, ну, религию, которая ведет там, в зеленую лягушку, я выйду и скажу там, все зеленые лягушки сосут. И они как бы скажут, мы тебя хотим убить, и я такой, а, минуточку, а как это, это свобода слова, это я ба-ба-ба-ба. Они говорят, да, хорошо, свобода слова, мы даже готовы сесть. Ну, это, ну, типа, вот наше убеждение, и мы готовы за них там умереть и сесть. Ну, это даже и не шутка. Поэтому, когда ты действительно занимаешься юмором, профессионально, когда ты шутишь, ты понимаешь, что, либо уж ты тогда давай иди до конца, и ты тоже говори, вот я дам за свой юмор, за свою стендап-комедию, готов умереть или сесть в тюрьму. Вот давайте, убивайте меня, калечите, делайте инвалидом, сажайте, я вот на этом буду стоять. Либо, ну, не занимайся чушью, ну, не мели языком вообще все, что тебе придет в голову. Понимаешь, здесь вот тоже, наверное, это тоже болезненще вот этого поколения, которое перестало драться и перестало получать по лицу. Когда они впервые сталкиваются с настоящими серьезными трудностями, когда они впервые сталкиваются с агрессией, они прям ужасаются. Проблема, знаешь, еще в чем? Что черта не обозначена. Это понятно. Ты не знаешь, где черта, тебе не показывают ее. Ну, вот, предположим, в стендапе на ТНТ для этого есть юридический отдел. Они говорят, вы нам говорите все, что вы хотите сказать, а мы пойдем спросим. Это за чертой или там уже, или все еще можно. В 40 лет с семьей решиться на достаточно коренное изменение в жизни. Собственно, у меня вопрос, как ты к этому пришел и как ты решил для себя вопрос с ответственностью, потому что ты к моменту, когда ты начал заниматься стендапом, 40 лет, у тебя двое детей, жена, семья, дом, вот это вот все. Ты же не как-то единоразово. Нет, нет, нет. Как ты к этому подошел? В тот момент мы переехали из Хабаровска в Краснодар. Закончили все вот эти перипетии продажи недвижимости здесь, покупки недвижимости в Краснодаре. Наконец-то появилась стабильная работа и стало настолько невероятно скучно, потому что в Хабаровске ты еще как-то себя... Ну, то есть я играл когда-то в КВ в молодости, потом семья, работа, развод, раздел имущества, новое имущество, новая семья и так далее. И ты себе находишь какие-то... Ну, то есть я занимался, у меня нормально это получалось, коммерческая деятельность, но это не было то, что тебе приносит по-настоящему удовольствие в жизни. И ты себя начинаешь искать вот эти маленькие удовольствия. Где-то ты в компьютер играешь, где-то ты спортом занимаешься, где-то ты еще что-то. И вот когда тебя это еще вырывает из родного города, где есть друзья, и вот ты в новом городе, и я понял, что все, я больше не могу. Вот это вот просто дом-работа, дом-работа. Появился стендап, там ничего не надо делать, собирать команду, репетировать. Пожалуйста, вот ты один. Я набрал, да, стендап в Краснодаре. Высветились открытые микрофоны. Кстати, вот, если вы в Краснодаре, стендап-бар Краснодар, Арсен Кушков, Сергей Дирека, пожалуйста, приходите. Огромное им спасибо. Люди, без которых бы вот всего этого тоже не было. И Леонид Кулаков, который на тот момент все это организовывал. Начал выступать. Через 6 месяцев ТНТ говорит, открытый микрофон, приезжайте, снимайтесь. Поскольку Арсен Кушков был в хороших с ними отношениях, ребята поднялись, поехали всем кагалам. Попали, то есть я через 6 месяцев занятия стендапом в Краснодаре, где я выступал в среднем всего 2 раза в неделю, что невероятно мало. Я попадаю уже в телевизионный проект. Ну да, мало. Вот, то есть через 6 месяцев попадаю в телевизионный проект, но, естественно, оттуда вылетаю вот на первом же этапе отбора в команду. Ну, я уже тогда, у меня были амбиции, я такой, ну как так? Могли бы и взять. Хотя я понимаю, что максимально это правильно сейчас. Я бы там ничего не показал, у меня не было ни материала, ничего. два года, вот в течение двух лет, я как бы до 2018 года выступаю, езжу, но все еще работаю. То есть у меня никогда не было вот этого момента, что я все бросаю и ухожу в стендап, и никому не, ну как бы не советую этого делать. В 2018 году я попадаю в третий сезон открытого микрофона, дохожу до финала. Каждый раз, когда я приходил на эту сцену, Руслан предварял мое появление перед вами словами «Вы, главное, его не бойтесь». Опять уезжаю в Краснодар, все еще я боюсь куда-то уходить. В 2019, по-моему, или в 2018 тоже, мне вообще предлагают быть резидентом комедий-клаба, я даже снимаюсь на Барвихе, меня объявляет Павел Воля, мне говорят, все, бросай, типа приезжай в Москву на три месяца, но мы ничего не гарантируем. Может, дадим на работу, может, не дадим, может, то, может, все, может, пятое. Я говорю, не, я тогда не поеду, мне говорят, ну и все, нафиг, тогда ты нам не нужен. Мне говорят, это большая ошибка, это самая главная ошибка в твоей юмористической жизни, возможно, уже больше ничего не получится, возможно, это конец. Я такой, ну, посмотрим, дальше что-то выступаю, выступаю. И, по сути дела, мне просто этот пинок под задницу дал ковид. У нас начались массовые сокращения на работе, и они такие, а хочешь поработать, пока вот этот ковид в более низкой должности, я не хочу, ну, тогда до свидания. Я такой, ну, и слава богу, вот, я бы еще, может быть, тянул какое-то время. Но в целом, получается, я практически там три года я нарабатывал материал, я писал, я понимал, что я могу этим зарабатывать, и вот в 2020, в 2021, как бы, вот я начинаю заниматься только стендапом в самый неудачный момент, то есть я просто сижу дома, один раз ловлю вообще паническую атаку, когда мне кажется, что, ну, то есть, нет уже выступлений, из дома выходить нельзя. То есть я увольняюсь с работы и просто жду момента, когда откроется вообще мир, когда можно будет выходить из дома и будут, как бы, заработки какие-то. Но здесь, как бы, надо отдать должное, что у меня же, я ей шутил очень часто, что у меня жена работающая, которая работает в банке, и на тот момент она зарабатывала больше, чем я. И, кстати, тоже очень странная вещь, когда ты говоришь, жена зарабатывает больше, чем я, по идее, женщины, которые должны тебя поддерживать, потому что они же топят за то, что женщины должны зарабатывать равно, может, даже больше. Их это очень сильно почему-то удивляет. Ну, а ты, наверное, вот тогда на шее у нее сидишь. То есть, когда ты говоришь больше, у людей даже нет логического понимания, что больше может быть на 10%, на 15%, там, ну, на какое-то больше. И почему-то есть ощущение, что если кто-то зарабатывает больше, то второй либо вообще ничего не зарабатывает, либо он полностью зависит. Ну, как бы ситуация с заработками была такая, что у нас есть общий бюджет, и сколько у кого остается, это его дело. Поэтому у меня не было такого, что если я, типа, там провалюсь, то семья будет голодать, там были какие-то... Ну, во-первых, у меня были накопления, я не ушел. Я же говорю, я работал все это время, и я не ушел из стендапа вот так вот. Я все бросаю. Возможно, мы будем жить впроголодь. Я понимал, что у меня есть материал, я понимал, что есть, как бы, концерты, я понимал, что есть Краснодарское объединение. Вот. Что-то получится. И через какое-то время вот появилось вот это вот видео с Казанского выступления, где была эта шутка про то, что у женщин нет своей фамилии. Появилась там запись Владивостока. Мне начали бесконечно говорить, это охрененно, это охрененно, это самое лучшее, что я видел, это очень смешно. Тебе надо пробовать. Я пробую сдаваться в стендап на ТНТ, все получается. Я переезжаю в Москву, вот сейчас я в среднем там зарабатываю в 8 раз больше, чем я зарабатывал, когда я работал в коммерческой структуре. Все получилось. Но каждый раз, когда мне говорят, типа, что мне делать, вот у меня есть выбор там между работой и стендапом, я говорю, что скорее всего оставайтесь на работе, потому что в очень высокая степень вероятности, что у вас в стендапе ничего не получится. Особенно сейчас это чудовищно высококонкурентная структура, которая с каждым днем пополняется еще невероятным количеством людей, которые туда лезут. Я уверен, что как бы это будет еще раз в 6 или в 7 раз больше, потому что экономически это самый выгодный вид юмора. Тебе ничего не нужно. Тебе нужно как бы просто поставить микрофон, вышел человек и все. Слушай, а как отнеслись твои близкие? Я сейчас, наверное, ну да, супруга, дети. Да, поддержали. Они тебя поддержали? Да. Все? Когда они поняли, что это, ну, во-первых, мне самому приносит удовольствие, во-вторых, когда они увидели реакцию людей, то есть почему я говорю, что было 3 года, для того, чтобы можно было понять, насколько я успешен. Если в течение 3 лет как бы у меня было 2 шутки за 3 года, я бы никуда не попадал и на... Потому что первые полтора года, ну, несмотря на то, что там через 6 месяцев был эфир на ТНТ, но первые полтора года это было ужасно. Я все время практически выступал первым. Мне очень часто говорили о том, что подходили зрители к организаторам, говорили, а вот человек за 40 лет, на чем он позорится? У него же не получается. У него же, скорее всего, никогда не получится. Что он несет вообще? Ну, типа, вот какое-то время было нужно для того, чтобы... Это очень хорошо, что у меня было хорошее первое выступление. Потому что второе было настолько отвратительно, что я, ну, если бы оно было первым, я бы, наверное, и не вернулся. Ты говорил сюда, первое хорошее, второе плохое, третье хорошее. Ты с тремя по сути поехал уже... Ну, я не поехал еще, там было еще полгода, но тем не менее. Я имею в виду, что просто вот для ощущения, вот у меня первые полтора года, по моим ощущениям, я только и делал, что проваливался. И только через полтора года, как бы... Но в целом, да, когда все пошло, семья поддержала. Круто. А, слушай, а вот, типа, друзья или коллеги по работе? Коллеги по работе, ну, какая-то часть была недовольна, потому что я все время уезжал на... Ну, то есть мы работали полностью в Белую. Я мог в любой момент сказать, я беру без содержания в отпуск. А ты же не можешь отказать человеку без содержания в отпуск. Ты же не можешь сказать, мы тебя увольняем. Нет, закону-то обязан. И поэтому, естественно, что когда вот появилась первая возможность меня уволить, меня выкинули бы с... Да, с превеликим удовольствием. Но какая-то часть коллег, которые вот... Которым я скидывал эту работу на 2-3 дня, которые уезжал, наверное, были недовольны. Но в целом, как бы, вот если сейчас я приезжаю в Краснодар, они практически всем составом приходят, меня слушают. Большое спасибо за это. Можно же услышать фразу, что-нибудь типа, зависит и нормальным, чем... Ты знаешь, на тот момент, как бы, спасибо вот передаче стендап на ТНТ, это стало престижней. А. Ну, типа, профессия стендап-комик уже тогда, это были, ну, то есть, Руслан Белый, там, Тимур Каргинов, Стас Старовойтов, это же были для кого-то прям кумирами настоящими. Вот ты, кстати, заговорил сейчас про Белого, ты был в его команде. И рассказывал историю забавную, как съемки, сидит молодой человек на этих съемках, который, я так понимаю, тоже то ли в его команде, ты не назвал фамилию, я, кстати, интересно было бы узнать. Сидит на съемках, ну, просто улыбается происходящее. Ну, подходит Белый, который говорит, а че ты улыбаешься? Че у тебя там? Юмора много, иди, иди пиши. На что человек говорит, я 7 листов материала сдал. А, это было не на съемках, это было за кулисами. Окей, я к тому, что... Это был человек, которого недавно взяли в стендап на ТНТ, я думаю, ты и сам поймешь, кто это был, из молодых комиков, который попал в стендап на ТНТ. Он сидит, вот мы на каком-то там этапе третьего сезона открытого микрофона, и он пришел просто поддержать своих питерских, он же, ну, переезжал много раз, но последняя его локация перед Москвой была Питер. И вот он сидит просто за кулисами, да, в хорошем настроении, что-то они разговаривают со своими питерскими Comedy Buddy, подходят белые, он говорит, что ты здесь делаешь? Я же вот 7 листов тебе прислал, это все не так. И я прям вижу, как у него просто вот он... И он такой, да как не так? Как не так? Ну, то есть вот потом, по итогам вот целого года, за весь год он сдал 10 минут всего. Это в то время, как люди часто сдавали там, по-моему, по 15-16 монологов. Вот я имею в виду вот эти старики. Ну, как старики-старики, в смысле первый состав. 15-16 монологов, ты же помнишь, ты же помнишь, как это было, что было каждую неделю одни и те же 6 человек. Каждую неделю. Я тоже не знаю, когда они писали. Ну, это была мясорубка, это очень талантливые люди, ну, плюс, понятно, как бы команда авторов. Сейчас в стендапе на ТНТ есть два автора и один, как бы, генеральный продюсер. И это не те авторы, сказать, типа, дописывайте. Это максимум. люди помогут тебе разогнать, если у тебя что-то есть. Но их всего, как бы, два человека. Раньше была большая команда, в том числе, вот там, предположим, Гурам Амариан тоже был автором. Ну, вот, их еще и меняли, потому что, ну, типа, они вырабатывали часто ресурсы, их там, по-моему, каждые полгода или год меняли. Но, тем не менее, это не умаляет. Ну, то есть, вот я, когда на них смотрел, я такой, я так не смогу. Поэтому, я этого прям боялся. Я говорю, я так не смогу. А, я, я, что я хотел спросить, это, просто, белый сам по себе такой злой, или это... Это общая политика вообще канала. Мы вас взяли, вот вас там 6-8 человек, или сколько там была основа, и вы должны закрывать. Но, это полностью сработало. Ну, не для всех, но для подавляющего большинства это полностью сработало. То есть, сейчас это люди, которые суперзвезды, они там, большинство из них долларовые миллионеры, как бы, они катаются с сольными концертами, которые часто стоят там, от полумиллиона до миллиона за концерт. Оплата гарантированная, фиксированная, либо там процент с билетов они собирают. То есть, это оправдало себя. Возвращаясь к топовым на данный момент, ты назвал в числе прочих, кто соберет Крокус, помимо Орлова, Щербакова, о господи, третьего забыл, ты назвал еще Ковалья? Дима Ковалья, это полноценная звезда, которая, ну, просто, видишь, они... У стендап-комика же, наверное, самое важное, найти в свою аудиторию. И то, что она не настолько широкая, то есть, вот там Серега Орлов, там Леха Щербаков, невероятно широкий, Нурлан Сабуров, невероятно широкий. Ты все это, как бы, да, видишь. А у Дима Ковалья своя аудитория, которая, предположим, нам с тобой непонятна, там, может быть, в основном, как бы, женский пол какого-то определенного возраста, но плевать. Ему интересно говорить те вещи, которые, как бы, интересны им, и у него это классно получается. Я его видел, когда он сдавал, вот, просто на людей, которые толком не знали, кто это такой, там, на техничках, стендапа, на ТНТ, и он разносил залы. Да, он приходил просто вместе с нами, как бы, на людей, которые просто бесплатно пришли посмотреть на все подряд, там, 12 человек для них выступают, и в основном, они знают, что существует Иван Абрамов, там, Нурлан Сабуров, и искренне верят, что они тоже, когда-нибудь здесь появятся бесплатно. И он выходил и разносил вот этих людей, которые не знали, кто он такой. То есть, это самый лучший, наверное, показатель, вот, именно мастеровитости комик. Слушай, а можем на секунду к белому вернуться? А сколько, ну, ты говоришь, вот там 7 листов, и это все никуда. Да, это нормально, но это капец много. А где баланс между тем, чтобы комфортно было? Ну, я не могу написать 7 листов в неделю, ну, не физически. Но при этом давать какой-то все-таки результат. Да. Смотри, я задаю этот вопрос с позиции человека, который, может быть, хотел бы заняться стендапом, но его сейчас вот эта фраза, ну, наверное, очень сильно напугала. Типа, да, я так не напишу. Ну, слушай, это очень есть еще такая, как бы, невероятно субъективный момент восприятия твоего юмора между тем, кому ты его сдаешь и своим собственным. Почему сейчас практически все комики, там, топовые стремятся только к сольному творчеству? Тебе не нужна вообще никакая редактура. То есть, с одной стороны, это может быть и плохо, потому что человек очень часто впадает в этот момент, когда ему кажется, что все, что он говорит, смешно. И ты это часто наблюдаешь, когда люди выпускают сольные концерты, их аудитория умирает со смеху, ты сидишь, ну, нельзя просто сказать, стоит чайник, как бы он серебряный, а? И все такие, о, господи, какая интонация смешная! Ну, это не юмор, да, ты хорошо, ты нашел каких-то людей, которые реагируют на твою интонацию, но это не юмор. Но опять же, плевать, если ты нашел ту аудиторию, которая платит за то, что ты смешно букву «Я» тянешь, просто, ну, хотя бы тоже имей совесть не осуждать других людей, когда часто, знаешь, приходят люди и начинают давать оценку другим там артистам. Если у тебя есть, как бы, связь с редактором, то есть, я тебе приведу из своего личного, как бы, опыта, пример, я хочу попасть в стендап на ТНТ, тогда был такой момент, если сейчас, как бы, любой уже может это сделать, как бы, надо только достучаться до редакторов каким-то волшебным образом, тогда был только, там, что-то они раз в два месяца или раз в три месяца один человек попадал вот в этот рубрику «Открытый микрофон», вот как Леха Щербаков туда пролез, и нужно было приезжать только в Москву, и вот был этот знаменитый «Темпл-бар», и вот вы все приходите, там 20 или 30 человек стремятся попасть вот в эту одну рубрику, и на тот момент человек, который был редактором, он послушал все, что я говорю, там был средний заход какой-то на зал, но «Темпл-бар» это все время средний заход на зал, там крайне редко бывали какие-то невероятные разъебы, и он говорит, ну это, как-то он выразился еще так витиевато, что, мол, это самый базис, там, какая-то земля комедии, если мы там 8 лет будем ее вспахивать, на ней что-то вырастет, и я ушел вот с полным пониманием того, что у меня ничего нету, и это не юмор, то, что я пишу, и потом я практически слово в слово вот этот материал везу на открытый микрофон, и мне Вячеслав Дус Мухаммедов говорит, тебе все нравится? Я говорю, мне все нравится, говорит, ни слова не вырезаем, мне все нравится, все охуенно, работаем, и это залетает, и это вот с этим меня берут там вот в этот третий сезон открытого микрофона, то есть все у вас субъективно, ты понимаешь, что там Андрей Бабирюшвили долгое время писали, что все, что ты делаешь, все не смешно? Да, вот был такой момент, то есть было непонимание с тем человеком, которому он отсылал свой материал, и потом он попал там на Камеди Баттл, и его чуть ли не с первого этапа приглашали сразу уже в стендап. Очень есть такой, очень есть момент субъективности между редактором и выступающим. Ну, давай вернемся к вопросу объема, но какой-то хороший писатель, сейчас не выдворить, кто-то, кто писал детективы, говорит, полчаса, вот я пишу полчаса в день, вот полчаса в день, и у меня получаются там эти книжки. Что здесь надо? Вот сколько надо работать? Опять же, понимаешь, это все к вопросу тому, кто будет оценивать. Если ты никуда не сдаешь, если ты не приносишь редактору, то ты можешь писать лист в день, семь листов, две строчки, то есть столько, сколько тебе нужно для того, чтобы достигать своей цели в комедии. Вот если ты хочешь написать какой-то объем, вот тебе нужно для того, чтобы зарабатывать, предположим, ты зарабатываешь там только, не знаю, с условно, со стендапа на ТНТ, там платят вот такое-то количество денежных единиц за сданные 10 минут. Ты такой, мне для того, чтобы вообще в этом мире выжить, нужно минимум три монолога по 10 минут. То есть, будь добр, пиши 30 минут те, которые примет редактор. если ты вообще никак не связан со стендапом там на ТНТ, с редактурой, с любым проектом, где есть редактора, пиши столько, сколько тебе нужно для того, чтобы тебе за это платили там, где тебе платят. Во. Хочешь там, хоть две минуты пиши. Если тебе за эти две минуты платят столько, сколько ты нормально себя чувствуешь и живешь на эти деньги, ну, пиши. Во. Чтобы не подстраиваться под какие-то абстрактные цифры, листы и все остальное. Сейчас в стендапе было бы очень сложно начать, по крайней мере, сложнее, чем когда ты начинал. Ну, невероятно, да. А ты бы сейчас что сделал? По-хорошему, единственный совет, знаешь, это вот, который все, все, абсолютно все, с кем бы я ни разговаривал на начале своей карьеры, те, кто потом мне пооткрывали стендап-школы, потому что это удел вот тех людей, кто сами не выступают, как правило, за редким исключением. Они все говорят одно и то же. Вот у тебя открытый микрофон, где, ну, сейчас в Москве уже за это деньги берут, потому что, ну, люди, как правило, туда не ходят, а надо как-то в заведение это экономически обосновывать. Но в целом, вот, выходи, пиши и выступай. Вот и весь совет. Очень глупо, понимаешь, мне периодически тоже присылают в личку какие-то видео, пишут какие-то тексты, послушай, посмотри, а вот я написал, что ты думаешь. Какая разница, что я думаю? Это моя личная точка зрения. Мне это может показаться невероятно смешным либо совершенно лишенным юмора, но зрителя это очень сильно попадет. Пиши и выступай. Все, единственный совет, пиши и выступай. Ты поймешь, если ты разносишь зал, если люди согласны платить деньги за билеты, чтобы на тебя посмотреть, плевать, кто и что думает, пиши и выступай. Все, ты сейчас можешь, вообще ни от кого не зависит, сейчас такое время, пиши, заливай видео на свой там ютуб-канал или куда угодно в любую соцсеть, выступай. Смотри, Сендап это путь одиночек? По сути, это сквозит даже в нашем с тобой идеологии. И, наверное, поэтому в нем нету сообщества. Да есть, есть сообщества. Как правило, это просто люди, которым вместе хорошо, вот они просто дружат. Вот это самое лучшее, наверное, описание. То есть, это люди, которым вместе, они вот реально друзья по жизни. Вот, наверное, самый яркий пример, самый яркий, это вот люди, которые сейчас объединение комиков называют комьюнити. это люди, которые реально друзья. И вокруг них сейчас вот уже образовывается еще плеяда более молодых, как бы, не по возрасту, а по опыту комиков, которые, вот у них тоже какой-то свой вайб, и, возможно, это вообще будет какое-то в будущем прям супермощное именно объединение людей, которых вот именно один вайб по жизни. Такие сообщества есть, как бы, их, наверное, с каждым годом все больше будет. Ты в конечном итоге это так же, понимаешь, вот не знаю, как любая работа, ты же тоже там будешь работать в коллективе с 20 человек, ты найдешь там двух, с которым тебе просто интересно поговорить. И вот примерно так это и происходит и в стендапе. Ты к психологу ходишь? Нет. Не ходишь? Нет. Тогда? Ну, я был, есть комик Артур Шамбунов, у которого есть подкаст «Больно смешно». Я был вот у Сереги Дегтярева. С одной стороны, просмотр, ты говоришь, ну, решить можно всегда что-то. Ну, то есть как будто, а потом ты говоришь, ну, не может человек всегда быть ко всему готов. Готов ко всему. Ну, то есть ошибка будет всегда какая-то. Готов ко всему не можешь быть, но решить все, что угодно можно. Ну, не всегда это можно решить максимально оптимальным способом для себя, но в целом же все можно решить. Да. Ты получил, там, кстати, достаточно быстро получил и, как по мне, очень классные ответы на вопросы, в том числе, почему мы любим за что-то, а не просто так. Прости, что прервал, но я думаю, все равно мы об одном и том же. А у тебя что-то изменилось в жизни, правда, в сознании после этой беседы? Да, да. Искренне рекомендую посмотреть тем, кому, наверное, за 30, наверное, так, за 35 точно. Все посмотрите, там есть просто невероятное количество тем, какая-то в вас попадет. Он, слушай, он так классно, как психолог. Опять же, он вызывает у многих реакцию очень жесткого отторжения. Если бы ты читал комментарии, там некоторые пишут, я бы ему с удовольствием морду набил. За что? А вот даже вот за эту позу. Вот не должен, по их мнению. Ну, то есть, понимаешь, у нас же сейчас тоже немножко ответвление от темы. Такое время, когда человек сидит, там, не знаю, условно, в каком-то городе, печет торты на заказ и может написать комментарий. Вот мое мнение по поводу юмора или вот мое мнение по поводу психоанализа. У тебя нет своего мнения. У тебя есть какая-то точка зрения, которая мнением не является. Ну, типа, мнение – это экспертная какая-то вещь. У тебя нет экспертных знаний, чтобы высказывать мнение. И там просто есть люди, которым, ну, просто они вжлые. Им просто нравится, как бы, злиться на то, что человек имеет свою какую-то точку зрения, вот именно как психотерапевт, как эксперт. Они такие, нет, ты плохой, я хочу тебя ударить вот за это. А так, да, ну, типа, я помню, что я вышел, я два дня, наверное, ходил вот после вот этого такой. А, так, ну, потому что я пришел с каким-то очень частным вопросом, а ушел вот с пониманием того, что на самом деле я всю эту жизнь просто бегал и у всех просил, а полюбите меня, пожалуйста. Пожалуйста, а можно вот, ну, вот полюбите меня? Смотрите, я вот и так умею, и стендап, и вот если бы еще и жонглировать мог, я бы жонглировал. Я хороший. Да, я хороший, пожалуйста, можно, как бы, ну. При этом, если тебе что-то дают, вот какой-то положительный, ты такой, да все понятно, все. Это и так ясно. Ну, это же ясно, что я хороший. Все, отстаньте, оставьте меня в покое. Мне теперь нужны все остальные. Вот я от тебя получил, что я хороший, все, все, ты мне больше неинтересен. Теперь я бегу к тем, кто, ну, типа, еще мне не сказал, что я хороший. И это бесконечная, ну, хреновина, которая всю жизнь будет длиться, если ее не поймать за хвост. Наверное, это надо найти такого специалиста, как Серега, и к нему походить на терапию. Но, опять же, от него я узнал вот эту мысль и его мнение, что больше 90% людей в стране, которые занимаются сейчас, то, что они сами называют психотерапией, либо еще что хуже психолог, это же вообще юридически нерегулированный термин. Это, знаешь, как врач и целитель. Ну, типа, врач это, да, диплом, а целитель это вот ты можешь сказать, что я целитель. Я могу сказать, что мы целители, и там шишками еловыми, заговорами какими-то промышлять. И вот сейчас, к сожалению, люди, которые говорят, я психолог, это человек, который прошел курсы. А знаешь, кто еще прошел курсы? Люди, которые собак стригут. Ну, то есть, вот они одного уровня примерно. Ну, то есть, вот они два месяца чему-то поучились, и вот, пожалуйста, он уже пытается лезть ее в голову и что-то ломать. Поэтому надо найти, наверное, какого-то хорошего и походить подольше, но пока не нашел. Психолог, это, еще раз, это курсы. Психотерапевт, это уже медицинское образование? Психотерапевт, это образование. То есть, психолог, это юридически нерегулируемый термин. Ты не должен получать, он не имеет права выписывать препараты, и, по сути дела, психологом себя может назвать кто угодно. Психотерапевт, это уже образование. А психиатр, это уже прямо, когда у тебя голоса в голове, и ты можешь начать убивать людей. А психиатр и психотерапевт отличают? Абсолютно разные. Ну, не абсолютно, но разные. То есть, психиатр уже как раз имеет право выписывать сильные психодействующие препараты, и они скорее работают, знаешь, вот с тем, что уже больше можно назвать безумным. Но опять же, это моя, ну, как бы я же не специалист. Вот пригласи Серегу, поговори с ним, он более нормально объяснит. Опять же, ты сказал, что заново обретаешь, я скажу так, смысл жизни сейчас, будучи взрослым человеком. Да-да-да, взрослым. Зачем я делаю то или иное что-то? А ты нашел, ну, как-то вот, пусть это будет промежуточный ответ, но сейчас ты нашел для себя ответ, зачем ты стендапом занимаешься, чем ты живешь, условно? А, слушай, нет, на самом деле, ну, типа, это не моя мысль, это буддийская философия, что никакого смысла в жизни нет, есть сама жизнь. Ну, это, знаешь, вот как у самурая нет цели, есть путь. Вот то же самое. То есть, если ты найдешь какой-то смысл жизни, он рано или поздно потеряется, потому что ты либо его достигнешь, либо, как бы, он себя дискредитирует. Ну, вот как там Советский Союз был, был смысл жизни следовать путем Ленина, потом все сказали, нет, все не так, как бы, вообще страны больше нет, философии нет, ищите смыслы заново. А когда у тебя вся жизнь является, ну, типа, ты просто живешь для того, чтобы тебе было интересно жить, вот тогда в этом, ну, опять же, это тоже не моя мысль, это кого-то из психотерапевтов, ваша цель должна быть настолько огромной, чтобы она 100% была недостижимой в жизни. Только тогда ты можешь бесконечно, как бы, обретать новые смыслы с каждым днем. Потому что если ты себе поставишь тебе кажущуюся недостижимой цель, ну, условно, собрать, вот для меня сейчас недостижимая цель, собрать там 7 тысяч человек в Крокосе. А Серега Орлов собрал их три подряд. И вот если бы у него только эта была цель, вот что ему дальше вешаться? Все, да. Ну, типа, вот какая-то цель должна быть еще большая. Слушай, а как ты вообще пришел, как ты пришел в буддизм, если не сложно, какими-то двумя-тремя словами? Потому что это очень сложно. Есть там такой термин, называется что-то типа кармический прорыв или что-то в этом роде. Это была очень странная вещь. А тогда вот это был первый раз, когда это был какой-то четвертый, пятый курс института. Я то ли потерял бритву, то ли еще что-то бы. Я начал там ходить с бородой, люди такие, о, что ты там религию, может, решил сменить. И я такой, а надо вообще почитать, что такое, ну, вообще другие религии, я же не знал про них вообще, ни хрена мне было неинтересно. Я взял учебник, я прочитал одно, второе, мне было это неблизко как-то. Я начал читать буддизм, у меня начало складываться ощущение, что я все это давно знал, что если я как будто читаю книгу, которую я когда-то уже читал, и мне стало это интересно-интересно, я стал в это больше погружаться, как бы. Я не считаю себя классическим прям правильным последовательным пути, но когда меня спрашивают, кто я по вероисповеданию, я говорю, что я буддизм. А в двух словах, это что такое буддизм? Чем он? Ну, если говорить коротко, там, делай зло, делай добро, не твори зло, а очищай ум. Делай добро, не твори зло, а очищай ум. Там просто хитрая была схема, что в буддизме нету души? Нету, анатман, да, понятия, нет души. Ну, это же полностью как бы совпадает вот с научной точкой зрения о том, что у тебя есть бесконечно меняющиеся частицы твоего тела, которые отмирают заново, как бы обновляются. И, ну, сложно же было сказать, что ты в полтора года, и ты сейчас это один человек. То есть генетический код один и тот же, но все остальное полностью другое. И вот то же самое. Ты в процессе жизни бесконечно как бы живешь, меняешься. И вот тот момент, когда ты умрешь, вот то, все, что ты сделал, то количество информации, как ты прожил, вот оно каким-то образом переходит в вселенную, и там уже может переродиться во что-то, может нет. Но опять же, Будда говорил, никто не знает. Если вы, говорит, думаете, что я знаю, как работает вообще вот это все, можно потратить всю жизнь и ни к чему не прийти. Поэтому живите, как живется. Ты поймал золотую рыбку? Три желания. Три желания? Слушай, наверное, первое это будет здоровье. Своё? Да. Ну, желать здоровья, как бы, наверное, да, я, конечно, могу сказать, там, здоровье бесконечное маме, здоровье бесконечное, там, детям, здоровье бесконечное, ну, вот тебе уже и больше трех желаний. То есть можно здоровье бесконечное всему миру пожелать. То есть, если, опять же, да, типа, вот есть у нее такая, нет, только на себя расходы. Давай, да, только на себя. Вот так, вот так, только на себя, да, наверное, здоровье. ну, наверное, очень странную такую вещь, как вдохновение, чтобы, ну, то есть все равно у каждого творческого человека есть боязнь, а вдруг я и спешусь. Ну, и вот пока, ну, это тоже тогда начинаются абстрактные, типа, знаешь, мир во всем мире, там, чтобы люди были добрее и так далее. Потому что мне вот для себя сейчас все, что нужно, как бы, да, чтобы не было каких-то серьезных проблем со здоровьем, их, слава богу, нет, и нормально пусть так и будет. Чтобы было какое-то вдохновение, творчество, потому что я сейчас реально занимаюсь любимым делом, которое еще и деньги приносит. И я такой, ну, вот у меня есть семья, у меня есть любимая жена, у меня есть дети, у которых все хорошо, как бы, что мне еще надо? Все. Все есть вроде бы. Это счастливый человек? Наверное, да. Скорее, да. Опять же, видишь, сейчас это же никогда не бывает абсолютно полным. Ну, оно не бывает полным. Вот в тот момент, ну, ты выйдешь, вот там снег пойдет, снег, не нравится. Вот. Но если говорить... А, вот опять же, когда-то я слышал вот эту теорию табуретки, что, ну, типа, человеку для полноты счастья нужно четыре точки опоры. семья, любимое дело работы, какое-то понимание, что у тебя есть нравственный какой-то твой кодекс, вот это я считаю хорошо, это плохо, вот в это я верю. И социализация, друзья. Если у тебя есть семья, и ты не приходишь в пустой дом, где тебя никто не встречает, потому что я не верю в счастливых людей одиноких. Не верю. Я не верю в счастливых одиноких людей. И у меня есть абсолютно четкое, как бы, понимание, почему они врут. Все, кто говорят, что они счастливы в одиночестве, они врут. Почему? Одиночная камера. Самое страшное, что можно придумать в тюрьме, где ты окружен насильниками, тварями, убийцами, по-хорошему, ты должен сказать, оградите меня от них, посадите меня, я вообще один хочу быть. И самое страшное, что там могут придумать тюремщики, посадить человека, где он не может ни с кем поговорить, никого не видит. Люди сходят с ума буквально за какое-то время. Поэтому все люди, которые говорят, что я счастлив в одиночестве, у них у всех подписывайтесь на меня, пожалуйста, 10 тысяч сториз. То есть он это сублимирует. Он начинает, как бы, искать. Я к друзьям, не дай бог, я приду в квартиру. Вот я пришел, почитал, но мне надо потом куда-то пойти, с кем-то поговорить. Если нет, то я сниму сториз, расскажу, что я видел, где я делаю. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та. То есть все равно ты сублимируешь. Ну, то есть человек, либо друзья какие-то, которые заменяют тебе семью, либо семья в целом. Ну, то есть какой-то человек, с которым тебе комфортно, которого ты любишь, и который любит тебя в ответ. Никогда вы там друг друга грызете. Обычно же, знаешь, еще как говорят, ой, а что нужно за кого угодно, да, замужем ходить, лишь бы рядом кто-то был, либо жениться. Да нет, ни за кого угодно. Найди именно того вот. Вот у меня скоро выйдет новый 18-минутный кусок на канале Станда Патрики, где не телевизионный. И вот я там вот тоже эту мысль развиваю, где я прям говорю, что извините, но если после 30 у вас нету семьи, друзей и какого-то социально-репрезентативного круга общения, вы эмоциональный инвалид. Вы не тонкая личность. Вы не яркая индивидуальность. Вы не кто-то, кто не нашел, пока еще решил сосредоточиться на карьере. Называйте вещи своими именами. Вы эмоциональный инвалид. Если ребенок там в два года не умеет держать голову и ходить, его не ведут на сцену, его ведут к врачу. То есть есть какие-то этапы развития. Сейчас было хорошо. Вы лезете на сцену, пытаясь как бы мне рассказать, ой, как у меня все плохо, у меня депрессия, я там что-то, что-то, меня родители не любили. Не надо на меня все это сваливать. Иди как бы, ну, реши эти проблемы. И если ты сумеешь из этого сделать комедию, то прекрасно. Но возможно, как бы да, ты будешь, может быть, хорошим комиком, но глубоко несчастным человеком. Но и признай эту часть своей жизни, что как человек ты глубоко несчастен. Не пытаешься мне рассказывать, что это я неправильно живу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok